Вентиляцию новую сделали, ванны поставили, полностью оборудование, полностью стеллажи, это самое, короче говоря, все по замечаниям Роспотребнадзора мы все устранили. Директор 38-го комбината хвастается. Отремонтированный потолок, новые мойки, вытяжки в мясном и кондитерском цехе. Этот мини-ремонт вынужденный Роспотребнадзор запретил работу предприятия из-за многочисленных нарушений санитарных норм. Вот как учреждение выглядела в апреле прошлого года. Почему здесь такая грязь? Здесь яйца? Как они отмываются, если здесь вообще все в грязи? Ты посмотришь, что творится, руки-то все в грязи. Мне прикоснуться страшно. Здесь находится, если я не ошибаюсь, то, что дети будут есть пирожные. Ни одного стеллажа на полу открыто, крысы могут бегать спокойно. И здесь дети получают пирожные и кондитерские изделия. Тогда наша съемочная группа явилась без предупреждения. Спустя 9 месяцев нас пригласили по предварительному звонку в конце рабочего дня и показали лишь то, что нужно. На этот скромный ремонт потратили около 8 миллионов. Причем деньги взяли взаймы у неких партнеров. Кто именно помог, не говорят, но обещают деньги вернуть, хотя их у комбината нет, уверяет директор Виктор Бучин. А вот у счетной палаты другие сведения. Деньги есть. Бюджет Края ежегодно выделяет до полутора миллиардов на льготников. Их примерно 30% от общего числа учащихся. Еще до 2,5 миллиардов деньги родителей. Но в палате нашли лишь на 700 миллионов официальной отчетности и десятки подозрительных схем. Закупки продуктов питания. Когда одни и те же поставщики участвовали в закупках. Когда аффилированные лица, родственники были назначены заместителями у руководителей. Когда на работу нанимается компания, которая платит за услугу сначала 6 тысяч рублей, с нашим приходом стали платить 12 миллионов. Вот такие выпивающие факты, они живут на лицо. На лицо и разница в стоимости обедов. Еда муниципального предприятия была в несколько раз дороже, чем участников. Родителям льготников приходилось доплачивать за обеды, чего быть не должно. А еще поставщики. Для каждой категории продуктов он был свой, но выбирался по конкурсу, только прозрачности это не добавляло. Единственный претендент неминуемо побеждал в схватке с самим собой. У 38-го комбината таким способом заключались 63% сделок. У 13-го и того больше, почти 100%. Никто не видел и не хотел видеть, что там происходит. А может быть, я предполагаю, и специально закрывали глаза надзорные органы. Ведь как можно объяснить, что Роспотребнадзор, куда обращалась я, раз 10, куда обращалась та же счетная палата, вышла проверять комбинат, например, 38, только там с 5-го или 10-го рада. Как можно объяснить, что люди в этих комбинатах получали 10 тысяч и не увольнялись. Наверное, потому что имели какую-то еще доплату в конверте. А где налоги? Вопросов больше, чем ответов. Ответ на эти вопросы у директора, например, 38-го комбината, один в происке конкурентов. В марте прошлого года частники пожаловались. Комбинаты выживают их из школ, пользуясь административным давлением. Это такой передел бизнеса. Только зачем его делить, если он, по словам Бучеля, убыточный? Откуда там деньги такие, я не знаю. Просто неправильно, некорректно посчитали. Это идет просто борьба с комбинатом питания. Не именно с комбинатом питания, потому что, вы сами понимаете, рынок поделен. Когда школы стали уходить частично из-за некачественной продукции, которую готовили другие предприятия, предположим, та же Ахвердеева, как говорится, пришли директора школы ко мне и сказали, мы хотим работать с вами. Оттуда все и пошло. Вы что думаете, так просто, что ли? До этого все хорошо было, все нормально было. И все знали, что и у комбината крыша бежит, все нормально. Вы хотите сказать, что сейчас пытаются переделить неприбыльный рынок? Конечно. Так а все уже остальное убито. Но ровно такие же вопросы и продавление на школы, и некачественную продукцию можно задавать самому руководству комбината, что директора в школу заставляли уходить в комбинат, а при приготовлении питания нарушались простейшие требования. Для руководства предприятий школьное питание – это бизнес. Для депутатов Горсовета – политика. Они тоже считают работу комбинатов убыточной, тоже не верят в обоснованность цифры счетной палаты, но выдвигают свои гипотезы, почему они оказались в опале. Это же все политика. Я в эти цифры не верю, они под собой не носят никакого основания. Сегодня глава города отвечает за весь город, за дороги, за школы, за училища, за коммуналку, все. Он единственный человек, который несет персональную ответственность за все, в соответствии с федеральными законами. Когда есть муниципальный комбинат 1 и 2, который является собственностью муниципалитета и казны, за него надо нести ответственность. Когда мы комбинаты кончили, и нет, и кормят участники, и спроса никакого нет. Доклад счетной палаты в законодательном собрании представители мэрии будут слушать, взявшись за голову. Помощи города комбинаты не видят. Местный бюджет не субсидирует питание льготников. Содержание помещений тоже не на их совести. Однако контроль возможен только на уровне мэрии, а его нет. Вот все понимают, что никто же им реально не додает реально денег на ремонт и там все. То все предпочитают обходить стороной эту тему. Как бы это же не напрямую образовательный процесс, это же не напрямую там жизнь и здоровье детей, как кажется некоторым. И поэтому чиновники просто боязливо обходят эту тему стороной, понимая, что сделаешь шаг и на тебя посыпятся вопросы. Вот мне кажется, что это вот такая чиновничья бережливость самих себя приводит к тому, что руководитель этих учреждений оказывается полностью в бесконтрольной ситуации. Когда бесконтрольность ситуации и объем проблемы нарушений лягут в доклад счетной палаты, со стороны некоторых высокопоставленных лиц начнется давление и на инициаторов проверки, и на проверяющих. Но отчет стал публичным и только после этого в мэрии решили на ситуацию отреагировать. После счетной палаты с проверкой на комбинаты вышел департамент финансов. Руководители и главный технолог привлечены к дисциплинарному взысканию, вводят систему безналичных расчетов, от которой тот же Виктор Бучель так долго отказывался. И в мэрии производство школьного питания считают доходным бизнесом, который почему-то доходов не приносил. Мы, скорее всего, будем реорганизовывать эти комбинаты питания. И поэтому при реорганизации не исключено, и мы будем, скорее всего, делать на конкурсной основе, подбирать руководителя. И не исключено, что эти руководители окажутся, ну, если им тоже будет право участвовать в конкурсе, но это будет уже конкурс определять. Финальную точку поставит прокуратура. Сейчас ведомство ведет свою проверку по обращению счетной палаты. Не исключено, что закончиться она может уголовными делами. Виктория Лопатайте, Николай Чистюков, Виталий Суботин. Воскресные новости.